МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь часов. Доброе утро, дорогие товарищи. Сегодня 5 мая 1942 года. Свежая сводка с фронта к этому часу. В течение минувшего дня войска Калининского фронта, оставаясь на занимаемых позициях, укрепляли их, производили частичную перегруппировку сил и на отдельных участках отражали контратаки противника. Группа Тарасова закончила перегруппировку сил и оставалась на занимаемых позициях, продолжая их укрепление. Частями армии уничтожено до 500 солдат и офицеров противника, подбиты три танка. Взято в плен 25 немцев. Захвачено 6 минометов, 2 орудия, 105 винтовок, 10 тысяч винтовочных патронов и вещевой склад противника. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Победа будет за нами. Победа будет за нами. Я из города Тюмени. Был с Андреем Ивановичем в командировке. Познакомился с ним. Он мне рассказал про поиск. Мне очень это заинтересовало. В прошлом году приехал первый раз. Конечно, первый раз, когда прикасаешься к истории, чувствуешь, как это происходило, представляешь, как это... Мы же не видели это, мы же все по фильмам смотрели, как происходили бои какие-то. А тут уже сам находишься в окопе где-то, держишь эту гранату. И вот был в окопе, там лежали гранаты. Видно, что был тут бой. Стоял боец, он приготовился, вот, видимо, бросать эту гранату. Разложил их, и прямо вот ощущаешь это место, вот, как он стоял, как он держал. У нас все впереди, то есть это, думаю, не последняя экспедиция. Обязательно приеду и в следующую. Ну, что за аномалия такая? Нет, показывают, что-то есть на глубине. Вот пока мы не убедимся, не найдем причину сигнала. Может, это бомба авиара. А если каска? Если каска, там боец. Пока все знаки вопросов не уберем с поля, мы отсюда не уйдем, надо уже потом спать спокойно. Что тут не было бойца. А вот если до конца не дойдем, а вдруг тут боец остался. И потом будет сниться, говорит, ребят, я ж вам маячу. Поэтому надо работать. Мы вчера там дедушку просили, одного тракториста местного, нам траншею срезать этот брусер, потому что высоко выкидывали. Он приехал, говорит, а там отряд новосибирцев. С трех метров бойца сегодня поднял, в нижнем и споднем расстрелянного. С трех метров. Мы вчера работали на 2,40, находили кости. Ну, правда, сброс остатки костей. Лучепясные, там тазобедренные суставы разбросаны взрывом. Сегодня я вот еще полтора метра, не показатель. Буду копать, солнце еще высоко. Вы же видите, приборы, они безмолвые, он запищал и все. Подойдет. Сильнее, слабей. А дальше уже идет интуиция поисковика, включая зрение, нюх, слух и все остальное. Ну, и, конечно, сердце. Сердце подскажет. Очень, да, форма напоминает фаланги пальцев. Ну, копаем дальше. Ну, все-таки стук камня. Ужели окаменевшие что-то? Ну, что-то уже идет шоколадный. Ну, не, стук камня идет. Мы переехали в район деревни Лосьмино. И этот участок, по данным, которые имеются в экспедиции, он также был боевым районом, когда одна из воинских подразделений нашей Красной Армии выходила из окружения ударом из-за Лесоновки, Лосьмино, на Черный ручей Околица. И вот в этом районе проходило, ну, тяжелое сопротивление. Как раз здесь был район подконтрольный немцами. А задача подразделения выйти из окружения. Они ударом шли отсюда. Ну, очередная боевая позиция. Вот первый сигнал, когда прибыли сюда, можно сказать, аномальный, потому что вот уже тяжело сложившиеся слои глины, лопата идет очень тяжело, но, как ни странно, усиление сигнала, чем ниже мы откапываем, делаем раскоп шув, тем идет увеличение сигнала. Пока зацепов нет, они зацепились ни за какие фрагменты, но оставлять такой звук, такой сигнал на металлодетекторе, глубинного, тем более глубинный сигнал, мы не можем, поэтому отрабатываем этот район. В данном случае при мощном сигнале, глубинном, мощном глубинном сигнале, мы наблюдаем только спрессованную глину. Даже перемеса, как такового, нету, потому что по структуре земли, ну, видно, если что-то там было, ну, земля перекапывается, то понятно, что идет перемес. Здесь четкий слой земли при сильно мощном глубинном сигнале, но в практике такого еще, правда, не было, поэтому вот и спортивное любопытство, ну, и поисковый интерес в этом тоже присутствует. Получается, вот вы там, вот тут, вот прямо спереди было. Начало расширяться, вышли вот эти две костики. Здесь уже где-то рядом. Не, вам, совсем не пришла? Ну, а небольшая низинка просто. Отходи сюда с точки сбора. Это где? Где машины наши стоят? Не у разика, а вторые машины стоят в органистке. Это зуб коренной. Я их, наверное, сходила тогда буду. Поставая часть мины немецкого снаряда и предполагаем, что это и была причина гибели бойца. То есть Шандарахнова, поскольку она накрыла. То, что сейчас мы видим, пока только фрагменты больших костей самого бойца еще не нашли. То есть нету ребер, нету черепа. Поэтому расширяем, делаем археологический стол и уже потом на ножах все тщательно вот это место осматриваем. Нет, большая. Так, смотри, я не все любил. Смотри, где-то обрюхались. Посматривают. Вылезли. Начинали, да? Да. Эту методику подъема бойцов разработали поисковики из Казани. Ведь многие поисковики неправильно работают. Ну и раньше поисковики понимали, что если боец лежит, то его нужно сразу же достать по косточкам. А это неправильно. Поэтому уходили медальоны, уходили еще какие-то вещи, может быть, даже подписные, вместе с маленькими косточками. И чтобы вот оставить всего бойца целиком поднять, если даже мы зашурфились и нашли кости, то все равно мы разрабатываем теперь археологический стол и подходим к останкам так, чтобы их раскрыть, чтобы их увидеть полностью. Здесь мы оставили пока, но здесь тоже видно, что идет материк, и на материке лежит косточка. И вот эту часть материка мы оставляем, чтобы потом углубиться вот в этой части и кость поднять вверх. Такая глубина – это считается верховое залегание. Это не захороненный боец. В прошлом году на подъеме как только дошли до останков, снег пошел. Ветер такой сильный, что пришлось машину вокруг раскопа ставить, чтобы хотя бы как-то закрываться от ветра. Костры жгли. Жгли костры, чтобы тепло было. Вот столбик пошел. Все. Углубление. Вот эта миска углубление до стола. Напоминает черепную кость. И я думаю, что она все равно разгрузенная. Приходит наш боец. А, это карандаш. Это планшет. Это планшет, планшет. А разведка, скорее всего, да? Нет, может, офицер просто. Карандашик там будет. Вот здесь уже, вот здесь, где ты сейчас прошел. Это тоже ручка. Это вот переносится. Две глазницы. Прям молодой. А я вообще подозреваю, что это девочка. А на дровной дуги-то смотри, какие, Свет. Крючок от этого. От шинелки. Ну да. Ясно. Это верхняя? Вот. Я думаю, нижняя ее откинула. Верхняя черепа была. А, ну, давай. Ну да. А это не гребешок? Нет, нет, не гребешок. Расческа. Расческа. Давай. Так, имя, боец. Имя. Давай имя, да. Скорее всего, чернила тут были, вот, пристёгиваются к карману. Когда заливались, по наливному. На этом баннере мы как раз и выкладываем на станке свидетельств, которые находятся в гороскопе. То есть получается так, что в гороскопе боец может лежать не всегда ровно. Может рука быть под ним, нога быть согнута, как угодно. И некоторые кости, их не видно. Когда на баннер выкладываются, они выкладываются согласно настроению скелета. Таким образом, мы можем понять, какая кость отсутствует, либо какая-то кость отсутствует, ее не было видно. Можем сделать по строению, по выкладке на баннере, можем понять, от чего бояться умер.